Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Михаил Анатольевич Еремушкин, профессор, доктор медицинских наук, исполняющий обязанности главного врача реабилитационного центра Юдина, научного центра реабилитации и курортологии России. Здравствуйте, Михаил Анатольевич! Добрый день, Мария! Очень рада вас видеть в нашей студии, познакомиться с вами. Давайте сегодня поговорим о реабилитации. Каким пациентам необходима реабилитация, конечно же, какие направления основные осуществляются именно в вашем центре? Ну, вообще, тема реабилитации одна из основных для Национального центра реабилитации и курортологии. Мы федеральное учреждение, и если основное здание у нас есть в Москве, на Новом Арбате, то основной реабилитационный комплекс находится как раз здесь, рядом, в Ленцово. Это реабилитационный центр Юдина. Он традиционно делится на три направления. Это для пациентов с нарушением центральной нервной системы, преимущественно, это инсульты, черепно-мозговые травмы, спинальные травмы. Это блок для реабилитации пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Как правило, туда поступают пациенты после эндопротезирования, после оперативных вмешательств на суставах. И третий блок – это соматическая патология. Туда традиционно включаются пациенты с нарушением заболеваний сердечно-сосудистой системы, то есть направление кардиореабилитации, в том числе пациенты по направлению онкореабилитации. И сейчас, это тем более актуально стало, пациенты с последствиями коронавирусной инфекции, то есть с последствиями пневмонии и других нарушений. Вот таким образом реабилитационный центр Юдина, он и охватывает практически все основные направления реабилитации, которые сейчас есть у нас в стране. Какой базой, какими ресурсами вы располагаете? Насколько эффективны те программы, которые вы предлагаете вашим пациентам? Как я уже говорил, это наш центр, это федеральный. Мало того, мы являемся, скажем так, законодателями МОД вообще по всей России. Соответственно, и оснащение этого центра согласуется с приказами Министерства здравоохранения и Министерства здравоохранения Московской области. Это и направление роботизированной механотерапии, в том числе, допустим, такие системы, как экзоскелеты. Это система для нейрореабилитации, то есть установки виртуальной реальности, включая и очки виртуальной реальности, различные комплексы с так называемой биологической обратной связью. Есть в нашем центре и две скважины. Одна с питьевой минеральной водой, а вторая с так называемой рапой, то есть для наружного применения. И, соответственно, есть возможность проводить в том числе и процедуры лечебных минеральных вод. Кроме того, есть и бассейн с пресной водой, где проходят регулярно занятия по гидрокинезотерапии, то есть лечебному плаванию с пациентами, как для стационарных, так и для пациентов дневного стационара, которые приезжают именно по этим направлениям. Все-таки, если мы говорим о пандемии коронавируса и о тех пациентах, которые принесли, в принципе, я так понимаю, неважно в какой форме, в тяжелой, в легкой, в бессимптомной, вот все-таки всем ли им показана реабилитация и что вы можете предложить на базе вашего центра? Всемирная организация здравоохранения буквально 3-4 года назад вообще определила 21 век как век стратегии реабилитации. То есть именно на реабилитацию затачивается вся медицина. Почему? В чем разница лечения и реабилитации? Реабилитация – это всегда некий конечный результат. То есть мы не просто лечим, мы не просто что-то делаем для пациента, а мы приходим к какому-то результату. То есть даже улучшение качества жизни для пациента, и то чрезвычайно важно. Тем более это связано и с той проблемой, которая есть сейчас у нас, новой коронавирусной инфекцией, когда пациенты вроде бы уже излечились от нее, перенесли, но тем не менее какие-то осложнения все равно остаются. В любом случае, ведь врачи говорят о том, что последствия перенесения коронавируса, они достаточно тяжелые, и вернуться к нормальной такой же активной жизни не каждому дается легко и быстро. Может быть, нелегко, может быть, и не быстро, но все это возможно и реально сделать. Поэтому именно для пациентов после перенесенной инфекции реабилитация необходима. Это не только дыхательные упражнения, которыми пациенты занимались в стационаре, и они обязаны как раз заниматься. Это занятия в спелео- и галлокамерах, то же самое, которое есть и в центре. Это блок физиотерапевтических процедур, включая магниты, лазеротерапию, которые улучшают состояние, как и вообще крови, в том числе, реологические ее свойства, в том числе и влияют на альвеолярную ткань легких. Есть специальные, даже массажные процедуры. Есть такая интересная методика, интенсивный массаж асимметричных зон, которые, в принципе, изначально придуманы еще 30 лет назад как раз в нашем центре. Он непосредственно подходит для этих пациентов. Есть возможность как раз это реализовать и популяризовать даже этот метод, который был разработан. Получается, по большому счету, Михаил Анатольевич, именно конкретно для пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, в данном случае реабилитация – это, в принципе, предупреждение и профилактика и дальнейших осложнений, и дальнейшего возможности повторно перенести с еще более сложными последствиями. Потому что такие тоже случаи есть. И есть люди, которые уже второй раз переболели, третий раз переболели. И все они, в общем-то, говорят о том, что если первый раз это было более легкое течение, то уже второй раз гораздо все сложнее и серьезнее. Во-первых, реабилитация должна сопровождать вообще пациента на всех этапах. То есть, начинающих в реанимации. Уже, когда приходит инструктор лечебной физкультуры и начинает с пациентом или заниматься какими-то дыхательными упражнениями, или, по крайней мере, менять его положение. Дальше всего три реабилитационных этапа. Первый этап реанимационный, второй этап реабилитационного центра, а третий этап уже по месту жительства, так называемый этап амбулаторный. Так вот, на всех этих этапах есть разные методики. То есть, то, что нам нужно с пациентом как бы выполнять. Что касается повторного, более тяжелого течения, нужно понять, что коронавирусная инфекция – это не какое-то непонятное чудо. Если мы еще весной как-то боялись, не знали некоторых методик, они были не отработаны. Сегодня уже достаточно понятно, как вести этих пациентов, как предотвратить тяжелые осложнения. Мало того, и президент сейчас объявил о начале как раз вакцинации пациентов. То есть, постепенно мы как раз из этой ситуации достаточно хорошо выходим. И течет коронавирусная инфекция, в принципе, как любая другая инфекция. Да, с более тяжелыми осложнениями. Да, которая у пациентов, где есть какой-то полонки иммунитета, намного хуже на них влияет. Поэтому мы как раз и пытаемся сохранить как можно больше людей. Почему необходимы меры изоляции, маски и так далее. Но, в принципе, это любой инфекционный процесс. И как для любого инфекционного процесса и для коронавирусной инфекции, вот эти реабилитационные мероприятия просто необходимы. А уже после третьего этапа реабилитации вполне, даже не просто вполне, а необходим этап санаторно-курортного лечения. И у вас есть эти возможности? Конечно. Так как центр является главным по санаторно-курортному лечению в Минздраве, у нас есть возможность сразу после нашего центра даже переводить пациентов в наши филиалы. Есть филиалы в Геленджике, есть шесть наших филиалов-санаториев в Кавказских минеральных водах. То есть, и вот этот процесс маршрутизации пациентов, он настолько отработан сейчас, что такого, можно честно сказать, ни в Советском Союзе, ни раньше в России вот такой системы реабилитации и направления связи с санаторно-курортным лечением не было. Как правило, раньше пациент пройдет где-то и курс, если он найдет этот реабилитационный центр. Ну и максимум, что ему посоветуют, раз в полгода приезжать на повторное проведение курса. Здесь же идет именно сопровождение пациентов от начала, от самого тяжелого состояния, до уже практически полного выздоровления в условиях санаторно-курортных учреждений. Это уникальная система, которая вот сейчас создана и только развивается, и наша задача, ну, в том числе, ее популяризовать. Но все-таки она показывает и доказывает свою эффективность вот этой связки. Безусловно, безусловно. Доказывает. Мало того, если 5 лет назад еще вот некоторые специалисты, в том числе организаторы здравоохранения, говорили, что нет доказательной базы природных лечебных факторов, физиотерапии и так далее, то за последние 5 лет настолько много исследовательских работ было сделано о пользе и грязи лечения, и минеральных, вот, и вообще климата лечения в том числе. Именно серьезных, с такой доказательной базой, что сейчас, уже в этом году, летом вышел приказ Министерства здравоохранения о том, что для реабилитационных учреждений с 1 января 2021 года они переходят на работу по клиническим рекомендациям, и во всех клинических рекомендациях должны быть прописаны программы как раз реабилитации, методы, которые должны использоваться. А с 22 года, с 1 января, во всех санаторно-курортных учреждениях также, даже вот в клинических рекомендациях по ведению пациентов по разным заболеваниям, также должны прописаны быть природные курортные факторы. Таким образом, уже, можно сказать, законодательно, методически закрепляется, что в лечении этого заболевания необходимы те или иные методы реабилитации с анаторно-курортным лечением. Михаил Анатольевич, как попасть в Ваш центр, насколько это легко, и работаете ли Вы в системе ОМС? Не только работаем, а это приоритет наш, потому что пациенты, которые идут именно по системе обязательного медицинского страхования, являются основными нашими пациентами. Именно для них Министерство здравоохранения и рассчитывает, и выстраивает вот эту систему реабилитации. И сейчас вот как раз подтягивается и санаторно-курортное лечение. Традиционно форма 057, которую дает лечий врач, участковый врач, такая небольшая форма, где и пишется курс медицинской реабилитации, ФГБУ, на МИЦ, там, реабилитация и куртология, там, филиал Юдина. Пациент высылает на сайт нашего как раз центра свои документы, вот эту форму, рассматривает. То есть, даже можно не приезжать, можно все сделать в дистанционном формате. Конечно, конечно, по литурной почве. И могут это быть не только жители Одинцовского округа и Подмосковья, но и всей России. Во-первых, у нас есть приоритет. Это Московская область, и мы работаем преимущественно с Московской областью, но так как мы являемся федеральными, то есть, это может быть пациенты из Чукотки, Сахалина и так далее, и есть такие пациенты, конечно, мы все приглашаем. После того, как заявка утверждена, пациент приезжает к вам, как дальше подбирается то или иное лечение, именно программа реабилитации? Насколько все быстро, насколько все удобно для пациента, и как эти блоки формируются между собой? Ну, на нашем сайте есть список тех документов, которые нужны. Вот эта форма 57, выписки какие-то, анализ крови, в том числе анализ на ковид. То есть, как это поступает только в центр, на почту приходят в течение первого дня. Эти документы рассматриваются. Если все документы есть, или если нет, пациенту сообщают, что нужно что-то дослать. Если они есть, уже на следующий день, после того, как он прислал, ему звонят из приемного отделения, и с ним согласовывают дату госпитализации. Он приезжает, если нужно, довозит какие-то документы, размещается в палате, и в этот же день лечиврач, врач лечебной физкультуры, врач-физиотерапевт, его уже осматривают, дальше осматривает клинический психолог, то же самое, как бы в обязательном порядке, и они уже выстраивают некую систему, образуя мультидисциплинарную реабилитационную команду и выстраивают систему, индивидуальную программу медицинской реабилитации для пациентов. Что происходит после того, как пациент выписывается от вас, когда динамика положительная, хорошая? Какие рекомендации вы ему даете, и как дальше отслеживаете его состояние? Есть ли такая практика? Есть. Во-первых, и сейчас даже был издан в этом году новый порядок о медицинской реабилитации, подразумевающий со следующего года не просто давать пациенту на руки некий такой выписной эпикрис, а достаточно подробно расписывать, что же пациент должен делать в домашних условиях или по месту жительства, и куда он должен быть дальше направлен. То есть ему рекомендуется повторный курс, допустим, медицинской реабилитации в этом учреждении, это второй этап реабилитации. Или рекомендуется уже на третьем этапе по месту жительства пройти тельные процедуры, где точно выписывается буквально даже дозировка тех же физиопроцедур, или направляется на санаторно-курортное лечение. Тем самым связь такая, она поддерживается. Кроме того, хочу сказать, что сейчас утверждена так называемая научно-исследовательская работа нашего центра, которая, как правило, дается на три года по дистанционному мониторированию, маршрутизированию пациентов, которые проходят в лечении в реабилитационных центрах и в санаторно-курортных учреждениях. Когда вот тот врач, который его ведет, куда-то там направляет, может отслеживать его состояние, буквально даже и в домашних условиях, если он поедет даже в какой-то санаторий, уже по данным пульсометрии и так далее, за счет вот этой телемедицинской системы это возможно сделать. Вся вот эта система нам позволила к этому подойти. Программа, которая нами уже сделана по онкореабилитации и так называемый ковид-рехаб, по реабилитации пациентов с коронавирусной инфекцией. Есть сайты, на которые пациенты заходят, заполняя анкету, и дальше уже не просто консультируются с врачом, но даже выполняют занятия два раза в день с инструкторами лечебной физкультуры, вот так онлайн, по телевизору проводят занятия той же самой дыхательной гимнастики. Но все-таки можно говорить о том, что пациенты становятся более дисциплинированными и сознательными? Ну как бы меняется, вот все-таки меняется наш менталитет, или мы пока вот только привыкаем к таким возможностям? Мне как врачу, ну в том числе как врачу лечебной физкультуры, основная задача врача не столько дать какие-то правильные упражнения, или контролировать их выполнение, или проводить какую-то диагностику, сколько мотивировать пациента. Вот это основная задача, показать пациенту, что он должен выполнять тельные упражнения. И ради чего? Вот именно мотивировать, зачем все это делается. Самый лучший день врача, это когда он знает, как помочь пациенту, и он действительно помог, и пациент воспринимает эти рекомендации. И самый худший день, это трагедия для врача, это день вообще в черных красках. Если ты знаешь, как помочь пациенту, пытаешься ему объяснить, а пациент тебя не слышит, у него какие-то свои представления или еще, вот хуже вот таких дней, ну просто быть не может. И поэтому основная задача действительно мотивировать пациента, что это нужно выполнять. Движение необходимо. Потому что даже вот этот период самоизоляции, который у нас есть, он сам себе показал, люди ограничены в двигательной активности, действительно начинают болеть намного хуже. Нам обязательно нужно двигаться. Ну и несколько слов о завершении программы. Профилактики коронавируса. Все-таки сегодня, на сегодняшний день, это тема номер один. Ваш совет. Что есть прежде всего, не знаю, в Московской области? Прекрасный воздух, лес. Ходить нужно обязательно. И может быть даже брать те же самые палки для скандинавской ходьбы, и пускай говорят, что вы ходите как-то неправильно с ними. Ничего страшного. Чуть попозже научитесь, как правильно ходить, по инструкциям, по книжкам, по методичкам, по видео и так далее. Но даже беря с собой эти палки, всегда будет легче намного ходить, пройтись по парку, погулять, подышать воздухом. Это самая лучшая как раз профилактика коронавирусной инфекции. Мало того, вокруг вас никого нет, вы уже не пользуетесь маской, спокойно дышите, действительно вот этим целебным лесным воздухом. Свежий воздух, фрукты, витамины и отличное настроение. Конечно. Спасибо, Михаил Анатольевич, за ваши советы. Спасибо, что были с нами. Спасибо вам, Мария. Вы смотрели программу «Форму о здоровье». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.